Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре силовые маховые удилища Волжанка Шторм. По многочисленным просьбам решили их снять, потому что покупают их много часто, и, в общем-то, люди очень интересуются, даже больше, чем покупают. Значит, серия представлена в трех длинах, 5, 6, 7 метров. Длина выполнена, как здесь написано, с высокомодульного карбона. Тест 30 грамм. Все колена армированы таким специальной лентой, которая предотвращает лишний раз поломки. Точности также торцы колен всех усилены дополнительными обмотками. То есть здесь это хорошо видно, в общем-то. Диаметры разные. Идет на увеличение диаметров. Значит, такая пробочка закрывает, торцевая. В общем-то, максимально легкая, которая позволяет только закрыть, в общем-то, торец. Никакого декоративного там свойства, видимо, она не несет. Но, в общем-то, это и не нужно. По дизайну, ну вот кому как, не знаю, вот, скажем так, он такой, какой есть. Этот дизайн. Вот, что приятно, кстати говоря, вот это место, где держат рыболов рукой, достаточно приятный материал на ощупь. Ощущение, что он бархатистый, но в то же время рука прилипает. Да, то есть это приятный очень такой материальчик. Ну, видимо, это оплёточка какая-то сделана сюда. Значит, коннектор 1,25 мм, хлыст, табуляр, то бишь, не привитой спортивный, да, а полый жесткий хлыстик. 1,2 мм диаметра коннектора. Вот такая пробочка у нас, неопреновая, как мне, в общем-то, нравится, потому что она не утонет, потерять ее сложно. И, в общем-то, она на жаре хорошо выходит из удилища. Это не резиновые пробки, которые приходится отколупливать там, да, они присасываются так, что тяжело очень что-то с ними сделать. Давайте померяем тогда диаметры, вес. Ну, значит, вместо хвата диаметр бланка у пятерки 21 мм, у шестерки 24 мм и у семерки 27 мм. Пару слов о реальной длине, потому что многие спрашивают, и кто не знает из моих зрителей, имейте в виду, что практически все 99% удилищ на рынке, они идут меньше заявленного номинала. Но если совсем, скажем так, ну, такое плохое слово, борзеть, Black Hole начал, уменьшая на 30-40 см, а то и на полметра свои удилища, но в России его больше не будет, то, скажем так, нормальные производители с совестью все-таки, если занижают, то не настолько уж там не на полметра от заявленного номинала. Ну и так, значит, я вот, мы разложили, измерили реальную длину. Значит, реальная длина пятерки 482 см, сантиметра шестерки 570 см и семерки 672 см. Вот это реальная длина, реальные длины этих удилищ, исходя из этого выбирать. Я просто почему это говорю, потому что, может быть, для кого-то критично. Вот 20 см, для них вот прям дотянуться до бровки или там до чего-то. И тогда, исходя из моей информации, человек просто купит другую длину, да, пускай она будет чуть-чуть подлиннее, совсем немножко, но зато он там закроет свои какие-то задачи. Значит, по чехлу, что волжанка и молодцы, не стала вкладывать в обертку фантик, да, все-таки рассчитывает на интеллектуальных рыболов, которые на воронье какие-то цацкие не прелестятся, а действительно оценят качество самого удилища, а не, в общем-то, чехла. Поэтому с чехлом можно пренебречь. Транспортная длина. Ну, в каталоге, по-моему, заявлено 131, ну, сейчас посмотрим. Ну, я думаю, так и есть. Да, ну, 132, не 131, 132. Значит, ну и вес, что немаловажно. Значит, пятерочка, 193 грамма. Шестерка. 264 грамма. И семерка. 371 грамм. Ну, смотрите, удилища силовые. Рассчитан для ловли сильной, крупной, мощной рыбы. Многие их берут для бокового кивка, даже карпа и карася ловить. В общем-то, построю. Ну, по надежности, если вопросов не вызывает, а построю. Мы сейчас, давайте, чтобы голословным не быть, разложим и посмотрим. Так, господа, давайте вот пятерочку, смотрите. Сначала отрисую ее перед вами. Вот одной рукой. Ну, приятная пятерочка. Силовая приятная палка. Конечно, не быстрого строя, это не деликатные удочки, там, из дорогого карбона, да? Но в то же время это то, что нужно. Вот армирование практически всех колен, кроме, по-моему, холста и второго, потому что они заменяемы, они, если даже сломаются, то есть запчасти, но, как правило, вот в таких удилищах они редко ломаются, потому что нагрузка перераспределяется дальше. Давайте нагрузим пятерку. Так, нагружаем. Вот, смотрите, что вы весь бланк видели, я показываю даже свою руку для этого. Ну, вот хорошо она распределяет. Да, силовая палка, мощная, ну, достаточно хорошо я тянул, то есть карась, карп, без проблем. Ну, какой здесь строй? Ну, средний быстрый, я думаю. Можно сказать. Средний быстрый. Ну, шестерочка. Точность такая же, смотрите, не заваливается никуда. Вот, ничего не происходит. Как пика прямая. Ну, и с учетом мощности палки, в руках она лежит приемлемо. Видите, никакая колбасы, а колбасы никакой нет, шланговости нет. Жесткая, хорошая палочка. Ну, давайте нагружаем. Теперь ее. Ну, строй такой же точности. Видите, вот могу еще сильнее даже вверх тянуть. Вот я, видите, прям в дугу ее. Она аж звенит чуть-чуть. Так, ну и семерку. Ну, семерочка уже жесткая. Тьфу, не жесткая, а тяжеловато в руках, да. Баланс уже, естественно, не тот. Ну, поэтому такие мощные палки не делают восьмерки и девятки, потому что они будут уже неподъемные. Ну, здесь уже, да, здесь на семерке уже она тяжеловато. Сказывается все-таки недорогой уголь, толстые стенки, да, и так далее. Но, опять же, повторюсь, удочка все-таки не для этих целей, не для ловли мелкой бели, да, а для той рыбы, которую нужно продрать сквозь там коряги, трясину и форсированно вываживать. Многие, кстати, берут ее на боковой кивок, даже на ловлю карася, небольшого карпа, линя, да, из окон травы. И очень здорово она подходит. Видите, вот игра, в принципе, приятная. Я вот даже имитирую. Вот сейчас я сам ловлю тоже на кивочек. Вот, абсолютно приятная игра. Давайте нагружаем. Вот, то же самое. Вот, смотрю, видите, то же самое. Такой же строй, мощная палка. Вот я ее, да, жестко ее делаю. Ага. Вот. В общем, волжанка шторм. Ну вот, друзья, разложили, посмотрели, все-все увидели. Строй приятный, действительно, средне-быстрый, можно сказать. Палочка силовая, то есть, для такого мощного удилища, цена, строй, характеристики, ну, я считаю, приемлемым абсолютно. То есть, это реальный претендент на покупку. Одна из лучших маховых, одной из лучших маховых удилищ, одна из лучших серий маховых удилищ на российском рынке, да, плюс еще не забывайте про поддержку запчастями, потому что все покупатели магазина Multifish в период проведения акции, под которой подписаны социальные сети магазина, получают бесплатно две запчасти в год. Поэтому не забывайте об этом, подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети, обязательно. Также ставьте лайки в YouTube, вот где ролики, да, где вы смотрите. Это лишний раз продвигает ролик вверх. Это лишний раз наша популярность, ваш маленький небольшой взнос, внос, взнос, как бы, да, вклад в нашу популярность, в развитие магазина. А мы со своей стороны вам будем отплачивать программой лояльности с скидками, хорошими подарками, теми же акциями в плане запасных частей бесплатных и так далее. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok